Казахстанцам из категории нуждающихся власти помогут с оплатой коммунальных услуг. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны. Правда, о механизме пока ничего не известно, проект только разрабатывают. Но он явно необходим большому числу казахстанцев, уверены волонтеры. И все подробности у Анастасии Новиковой. У Айгерима Осановой пятеро детей. Самые младшие всего четыре года. Бывший муж алименты не платит, а СП семьи Осановых не выдают. Доход на семью из шестерых человек составляет чуть больше 60 тысяч тенге. При этом больше половины отдают за съемное жилье. Еще львиную долю приходится выделять на ком услуги. В общем, мы тратим 50-55 тысяч тенге. За коммунальные услуги у нас зимой выходит дорого – 15-18 тысяч тенге. Дороже всего за электричество – около 10 тысяч. Конечно, была бы большая поддержка, если бы нам половину хотя бы оплачивали. Премьер-министр страны заявил, что нуждающиеся казахстанские семьи выведут в отдельную категорию и обеспечат их льготами на коммунальные услуги. Таких семей много, говорит Гузаль Айельбекова. Ее фонд помогает им одеждой и продуктами. Но нередко к волонтерам обращаются и за помощью в оплате коммунальных услуг. При этом долги копятся месяцами. Продукты бы купить, говорит Гузаль. «Была семья, которая арендовала дачу на дачах Жулдыс. Семья многодетная, семеро детей. И из семи детей трое детей-инвалидов. Один из которых был болен раком. У них накопился долг за газ порядка 117 тысяч. Они не могли оплатить». И все же большинство нуждающихся семей стараются коммунслуги оплачивать, чтобы не копить долги, говорят поставщики услуг. Ведь никто не хочет остаться без газа или цвета в разгар зимы. Или вовсе оказаться на улице из-за долгов. А среди злостных должников зачастую оказываются люди обеспеченные. «По населению у нас имеется 392 миллионов дебютерского доныша. Это за январь месяц. Мы всем сейчас уведомляем. В основном масса пенсионеров все оплачивают. Но бизнесмены чуть-чуть опаздывают. Есть жители, которые имеют большие дома. У них обычно дебютерки за доныши побольшие. Их тоже мы в данный момент отключаем с электроэнергией». Однако именно малоимущие семьи, оплатив коммунальные услуги, остаются часто на хлебе и воде, говорят волонтеры. Главное – исключить возможность, чтобы наши налоги не пошли на долги обеспеченных. Анастасия Анубикова, Амонтай Ивлебеков, Абзал Тройбеков, Информбюро «Шумкент».